Сарайан больше подходит для тебя, пахнет тобой, это не комплимент. Что это было в конце? Маним, мы с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция не на Сындука. Я объясню, почему я не делал реакцию на Сындука, потому что он мне запретил делать реакции. Все, он сказал типа, я не люблю делать на меня реакции, я тебе кинул страйк, если ты мне будешь бесить. Ну, короче, я просто решил не шутить с огнем, я сказал, окей, не буду делать, все. Все, зато я уверен, что с моим каналом будет все окей. Мне понравилось видео, я его смотрела, оно крутое, к Сындуку у меня хорошее отношение в плане к контент-мейкеру, отлично, он делает круто. Мне понравился ролик, я поулыбался, забавно, что он взял именно мой образ, хотя я давненько не самый популярный реакционер, так сказать. Так, а теперь мы будем смотреть, я построил гигантский картонный домик для кота от Брайана Мапса. Отличное начало! В стиле Брайан Мапса. Сегодня мы будем строить дом для моего котика. Это очередной день лета, мне в очередной раз нечего делать, и я в очередной раз решил заняться херней, вместо того, чтобы заняться саморазвитием. Мне бы не помешало. В общем-то, я постоянно вижу вот эту вот картину. Мой кот постоянно спит на всяких странных местах. Например, недавно я обнаружила его в шкафу. В шкафу? У нас в шкафу кот почти постоянно спал. Он сейчас спал под зимними куртками, так что это нормально. Здесь, 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 здесь. Ну и, в общем-то, во многих всяких странных местах, не предназначенных для того, чтобы там лежали всякие рыжие коты, не так ли? Посмотрите на это. Теперь вы понимаете, что... Мне хорошо. Я тающий свинья. Собственно, сподвигло меня сделать дом для своего кота. Похоже. Новое видео сливки шоу, где они из коробок от новой мебели захерачили огромный замок, в котором я бы сам не отказался жить. Так как моему коту не повезло с хозяином. О, кстати, смотрите. Мы с ним блинецы. М. Я не буду в этом говне жить. Они там составляли даже какой-то макет домика, по которому они в дальнейшем все это строили. Но, конечно же, я делать это не буду. Я просто захерачу на глаз. Ну, то есть, я даже еще не знаю, как это будет выглядеть. А может так же оставить? Слушайте. Это будет вход. Вот здесь будет... Что за фирма, интересно, Лерой и Мерлин? Я вырежу здесь большую дырку. Это, наверное, те, которые перевозят, наверное, скорее всего. Это будет идти... Или это... Что-то другое... Классно. Мне кажется, он сломал. Дальше будет идти мост, который будет вести на второй этаж. Со второго этажа будет мост идти, который будет вести на третий этаж. Давайте начнем со входа. Я где-то сделаю. И да, кстати, это не реклама. Лерой и Мерлин. И сейчас я это докажу. Вот поэтому у меня почти никогда нет рекламы. Рекламодатели явно обходят меня стороной. Я не удивлюсь, что они распечатали вот это вот мое... Вот это вот, да, мое лицо. И так же? На доску какую-нибудь и написали Not monetized bitch. Ну что ж, давайте нарисуем маркером расположение... Мне кажется, Лерой и Мерлин самолучил очень неплохую рекламу. Бесплатно. ...которую мы потом сможем спокойно по контуру вырезать. Да. Я думаю... Так. Ровно. Так. И так. А почему без линейки? Ладно, в жопу линии. Давайте я просто на глаз вырежу. О! Я удивился. Очень ровно. Вы видите? Наш вход готов! А, ну, собственно, весь дом готов. Мне кажется, этого достаточно. Вот это твой новый домик. Как тебе? Часто сарайан больше подходит для тебя. Пахнет тобой. Это не комплимент. Что это было в конце? Ну, мне уже нравится то, что получается. Я же так же... Хочу пересмотреть момент. Все. Что это было в конце? Ну, мне уже нравится. С того, что сам ходил, но подвинулся чуть-чуть. Хорошее начало предшествует к хорошему концу. Ха-ха-ха, отличное начало. Вход для второго этажа. Сейчас нужно будет как-то построить мостик, который будет идти отсюда вот сюда. Что он мне звонит, когда я строю чертовы кошачьи зомики? Ты понимаешь, у него вон две камеры лежат, круто, конечно. Алло. Мне так лень на самом деле комментировать то, что я делаю, и... Поэтому я не буду этого делать. Просто смотрите на то, как я страдаю. Вы же за этим сюда пришли. Конечно. Алло. Что, делаю? Да так, ничего. Ну, это было легко. Изи. Я не думаю, что он сюда влезет. Знаете, это похоже на принтер. Хотя... Ну, теперь тут хотя бы места побольше. Только не пугайтесь. Я только включу в розетку, и всё. Опять? Так. Он хоть вынимет потом с розетки это. Ничего не взорвалось. Пока термоклей греется, я расскажу, зачем нам это нужно. Нам необходимо это для того, чтобы склеить вот эти две части. И чтобы, собственно, получилось вот такое вот одно целое. Брайн взял себе в руки термоклей, нанес он его на коробку скорее, но вдруг внезапно забыл про него, еще бы чуть-чуть и в квартире пизда... Вот, смотрите, как красиво получается. А че он там... А че он не приклеил с другой стороны, но чтобы оно ровно было? Ну, блин. Вот мостик. Здесь продолжение мостика. Брайн Вапс. Брайн Вапс. Ну что ж, для создания третьего этажа нам понадобится вот эти вот две коробки. Ставим одну на другую. Никак не закрепляем, никаким скотчем, никаким термоклеем, потому что, ну, и так сойдет. Добавляем еще одну коробку. И еще одну коробку. Они же падут. Собственно, вот здесь нужно сейчас будет вырезать проход, а здесь нужно будет сделать окошко. Я не знаю, что это за херня. Ха-ха-ха. Окошко хотел ровно вырезать Брайн, он долго старался, потил и страдал. В итоге же вышло снова дерьмом. Брайн был расстроен, а мне все равно. Вот такое вот ровное окно у меня получилось, ну, потому что я перфекционист. Я думаю, у тигры будет очень приятно из него выглядывать. Смотреть в окно и думать. И плакать. Какой же мудак мог сделать такой уродский дом? Ну, это я. Я думаю, что тигр оценит такое дизайнерское решение. Здесь сделано не одно большое уродское окно, а четыре маленьких. То есть, если, например, тигра захочет проветрить свою лапку или погреть лапку на солнышке, он может просто высунуть лапку и... Этого не должно было произойти. Ну, о чем это я? Не, ну красиво. Как красиво. Я хочу добавить дизайнерский элемент к третьему окно и приклеить... Вот это потому что шлебуки, да? Вот это вот вывезло. И купят нормальный домик. Добро пожаловать. Думаю, очень классно будет. Тигр очень обрадуется. Итак, ребята, если вам кажется, что я вижу себя какому-то отсталой, то мне кажется. Нет, вы просто ошиблись каналом. Это канал юной мамочки, которая делает домик для своего котичка. Как звучит ужасно. Нет, нет, нет. Это канал юной бабули, которая делает пристанище для... Нет, стоп. Это канал достарелой женщины, которая делает картонный домик для своего домашнего питомца. Еле выговорил это дерьмо. Решил сделать вывеску для кота Брайн, клейм он долго руками махал. В итоге все склеил, Брайн молодец, но вскоре в вывеске пришел, пиздец. А вот приезжать-то я хотя бы. Готово. Так, теперь берем маркер. Надежно. Приют для... О, добро пожаловать. Готово. Вот теперь готово. Прекрасно. Точно готово. Бич. Ну что ж, время сделать мостик со второго на трейдерый этаж. Он уже вообще не надежный, котушь, пиздец, придет. Как думаете, тигра не провалится, ходя по этому мостику? Я думаю, все будет хорошо. Ну что ж, осталось лишь только укрепить это все дело с помощью термоклея. Опять. Ой, нет, он дальше течет. Фа! Что делать? Фу! Он утопил, да? Я не делал. Это выглядит не очень надежно. Закончил свое дерьмо. Попайте смотреть. Идем. Идем. Играется. А-а-а! Давайте спустим, наконец, его в этот дом. Кот, иди. Он что... Это очень оскорбительно. Я... Я не приму такого наше. Ладно, наверное, он просто не может залезть. Давайте его хотя бы вот сюда поставим. Это очень надежно. Он будет это переделывать? Нет, не будет. Свою мать! Скорее всего, по времени. Я не понимаю. Отличательно, такое обращение. Что? Кот, идем. Ну, кот. Я что, зря строил, что ли? Это прекрасный дом. Вылази, вылази оттуда, вылази. Я знаю. Собак, он не хочет оттуда вылазить все равно. Ладно, давайте сразу спустим его, пожалуй, на третий этаж. Я думаю, самый безопасный этаж. Помогите. Домик работает, он сам сюда собрался. Вау! Смотрите, он очень счастлив. Что это было? Ты должен быть таким же счастливым, как Куки Сливки Шоу. Понял? Ладно, сейчас он попросит, и я оставлю его в покое. Прекрасный дом. Прекрасный дом, чтобы он побольше посидел в домике. Для привышки? Я знаю, что надо делать. Закрыть ему крышку. Все, а теперь привыча оттуда. Смотрите, как он радостный. Помогите! О, защита сработала, она даже еще живая. Ну, как? Почти. Почти. Это была плохая идея. Дом прекрасен, Брайан Мапс. Дом прекрасен. Ничего не вышло у Брайана опять, но он старается не унывать. Подпишись на канал, и Брайан, ты снимешь проклятие рукожопости. Рукожопости. Когда-то у Брайан Мапса все получится, мы в это верим. Как минимум, в мифах и легендах говорится, что когда-то придет время. Ребята, ссылка на Брайан Мапса есть в описании, что я говорю. Ссылка на Брайан Мапса есть в описании. Приходите, подписывайтесь на его канал. Смотрите этот ролик. Забавно. Он же вообще не крепкий этот дом был. Ну, ладно. Также не забывайте, что вы можете подписаться на меня. Поставить лайк. Написать комментарий, что вы думаете по поводу этого ролика. И знаете, что есть промокод. Он где-то тут у меня. Где-то был тут, да. Всем спасибо, кто меня смотрел. Всем удачи. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok